Всем доброго-доброго утра! Надеюсь, что день у вас будет хороший. Желаю вам всех исполнений мечты, всех задуманных планов, чтобы всё, что вы сегодня себе запланировали, придумали. А даже если вы этого не планировали, но очень хочется, чтобы обязательно исполнилось. Начинаем новый день. Сейчас будем завтракать. Как обычно всё. Я уже сделала уход, сделала макияж. И будем планировать свой день, как нам нравится, как нам хочется. Ну и как нужно. Обязательные дела, которые нужно совершать, их нужно делать. Без этого никак. Всем доброго утра! А я еле дотерпела до утра, чтобы скушать вот этот вкусный пончик. Сейчас буду пить чай с вот такими вкусными, привкусными вкусняшками. Вот такие серединки. Они вообще как облако. Такие мягкие. Вообще супер! Если вы никогда не делали пончики, самостоятельно говорю и плямкаю, попробуйте наш санютка рецепт. Очень вкусно, быстро и просто получаются вкуснейшие пончики. Всем ещё раз доброго утра и хорошего дня! Осень. В самом разгаре вышла на улицу. Тут так сыро, противно, не люблю. Люблю, когда солнышко. Листво желтеет, опадает. В общем, унылая пора. А чьи очарования? Девчонки, ещё раз привет! Сижу в машине, как обычно, жду мужа. Он там по своим делам. На улице, знаете, немного голос сел. На улице немного распогодилось. Солнышко хотя бы появилось. Но ветер вообще ужасный. Сегодня день планирую провести, ну, как бы, дома, со своей собакой, детьми. И что из новостей у нас? Ну, выборы. Даже обсуждать-то не хочу. Хотела бы с вами поговорить про количество заболевших. Я посмотрела. Во Франции 46 или 48 тысяч заболевших. Вы представляете? 46 тысяч. Это вообще, это просто... Ну, не знаю, как по мне. Это очень много. Вообще просто космос. У нас у них реально закрываются там рестораны. Закрывают всё, потому что пошло дикое распространение. Я безумно боюсь этого периода, потому что мы не Франция. И если у нас вообще не будет койко-мест, вы представляете, что будет у нас твориться? Я вообще в шоке просто, честно. Насколько я держала себя в руках. Я особо и не паниковала. Ничего. Ну, как бы я вела себя нормально. Сказали сидеть дома. Отправили на самоизоляцию. Два месяца была на полной самоизоляции. Ну, всё как сказали, я так и делала. То есть я не вдавалась в подробности. Ну, как бы была ведомой. Знаете, вот как сказали, так и делала. Не хотела вдумываться я ни в эти цифры, ни во что. И здесь вот меня прям аж... Не знаю, смотрю девочку-блогера. Она сама из Украины. Ну, как бы живёт во Франции. Рассказывает про то, что вот... Какие там проблемы, какие там сложности вообще. В Италии 20 чем-то тысяч, по-моему. 22 или 24, что-то такое забыли. В общем, 20 тысяч. Это тоже безумно много. В Турции, кстати, две тысячи. В Польше 11 или 12. Ну, у нас стабильно в последнее время. А то 4,600. В общем, 5. Но я думаю, что... Просто не берут у всех результаты. У меня есть знакомые, которые болели. Потеряли вкус, запах. Они даже сказали об этом своему участковому терапевту. Но он даже бесплатный тест у них не взял. Подождал, пока у них всё пройдёт. И просто, ну, извиняюсь, но тупо выписал. На работу. Ну, я не знаю, что сказать. Просто не знаю. Честно, меня немножко охватывает паника. Опять хочется... Я, конечно, не была паникёршей в плане, там, кто скупал всю гречку. Но тут у меня уже, знаете, такая мысль. А может быть, пойти чего-то домой. Ну, там, не знаю. Я даже не знаю, чего бы я хотела, как правильно сказать, докупить. Но вот мысли у меня тоже такие зарождаются. Я не люблю, когда дома забито всё, знаете, всё едой, во-первых. Но я думаю, что я, как минимум, там, пару пачечек макарошек или ещё чего-то, я, как бы, схожу. Наверное, всё-таки я должна думать не только о себе, как бы, о детях. У меня весь карантин. Было пачки 4 молока долгого хранения. И вы знаете, в некоторые моменты оно меня очень сильно выручало. И вот, скорее всего, вот это я как раз и докуплю. Получила посылку я, девочки, от Икеа. Получила свой стол. Будем сегодня с вами его собирать. Посмотрим, какой он. Надеюсь, что... Я очень хотела этот журнальный столик. Надеюсь, что он меня не разочарует. Потому что, честно, у меня вообще нет мебели Икеа. Насколько знаю, это европейский или какой-то швейцарский, какой-то бренд. Я не в курсе. Но у нас, как бы, он на Украине не особо распространён. Поэтому у меня особо его нет. Но посмотрим. Вдруг и мне понравится. На вечер у меня также в планах... Не знаю, у меня постоянно затекает рука, девчонки. На вечерах в планах у меня посмотреть сериал. Сериал, смотрю, турецкий. Даже муж соглашается рядом сидеть. Там что-то свою работу какую-то читает на компьютере, на планшете. Но и разрешает мне его включить, потому что он вообще не фанат турецких сериалов. Ну, понятно, да? Называется «Постучись в мою дверь». В общем, молодая парень с девушкой. Ну, в общем, там при определённых обстоятельствах познакомились. Ну, понятно, что это турецкий сериал. Немножко там какие-то... Что-то наиграно. Но, понимаете, он весь интерес в том, что он такой, знаете, лёгкая комедия. Такие шутки. Ну, как бы... Ну, смешные, скажем так. Можно посмотреть с ребёнком. У меня дочка даже садится рядом со мной. То есть можно что-то делать. Одновременно он так фоном бубнит. И в целом ты следишь за сюжетом. В целом интересно. Правда, серии, девчонки, очень длинные. По два часа. Вообще, такое неинтеллектуальное времяпровождение. Давно вот задумываюсь, что хочу почитать какую-то книгу. Только не художественную. А вот у нас на работе каждый квартал книгу рекомендую читать. И вот я решила, что в этот раз вот хочу её прочитать вот от и до. Вот прям хочу почитать чего-то умного. Что-то хорошее. Я, знаете, не люблю ролики. Вот я сейчас смотрю. Ну, я разных девчонок смотрю. Но мне очень сильно нравятся девчонки ролики, знаете, которые чему-то тебя учат. То есть познавательные, да. Я люблю учить языки. Мне нравится. Я люблю смотреть девчонок на... Я смотрю девочек на турецком языке. На польском языке смотрю. На английском смотрю языки. И вы знаете, мне это как бы, ну, встряска умственная. Я очень, девочки, люблю фильмы английские, британские. Ну, фильма, который выпускает их, BBC называется. Ну, вы, наверное, слышали. И вот эти, знаете, костюмированные. Там дамы в платьях пышных. Вот у меня одно из самых любимых фильмов. Это «Гордость и предупреждение». Там играет актер Колин Фёрд, один из моих... Он в «Бридж Джонс» играет, мистера Дарси. И вот я этот фильм абсолютно смотрела без перевода. И процентов 90 всего того, что они говорят, я понимаю. Представляете, за столько лет... Я раньше занималась английским языком. У меня были репетиторы, со мной занимались. А теперь я просто стараюсь вот свой уровень языка поддерживать на определенном уровне. Параллельно мы с Анюткой учим турецкий. И стала я интересоваться польским. У меня Ярик хочет учиться в Польше. Он там самоучитель себе скачал. Ну, и я как бы попутно какие-то словечки стала интересоваться там польскими рецептами. Стараюсь их искать тоже на польских сайтах, польские видео смотреть. Кстати, знаете, не знаю, полиглоты... Есть ли полиглоты среди моих зрителей? Вот я такая, я параллельно, тут английский, тут я знаю какие-то слова на турецком, тут... Вчера играет песня в этом фильме, что я вам говорила. А муж говорит, а о чем песня? И в принципе я ему, ну так, о чем перевела? Я не сильно владею турецким языком, но о чем они говорят, рассказать в целом я это уже могу. А это уже ого-го, я вам скажу. Вот так. У меня вообще не было ни репетиторов по турецкому, ничего. Просто вот сама мне как бы интересно. В общем, буду заканчивать болтовню. Пойдем домой собирать стол, смотреть сериалы, готовить, кушать и все-все-все. Но постараюсь максимально вам все мои занятия сегодняшние, как-то свет так падает, показать. Увидимся дома. Так, продолжаем испытывать комбайн Кенвуд. Сегодня мы будем использовать мясорубку. Будем делать котлеты. Обычные котлеты. У меня здесь 800 грамм свинины, полкило куриной грудки, лук, чеснок на вкус. И у меня есть вот, уже размочила я хлебушек. Будем все сегодня не только перемалывать котлеты в мясорубке, но и по инструкции можно замешивать мясной фарш сразу здесь, поэтому для того, чтобы котлеты были более вкусными. Поэтому все сегодня полностью сделаем в нашем комбайне. Мясорубку я пользовалась первый раз. Скажу так, в целом мясо перемалывает она, ну, прекрасно. Ну, даже скажу на пятерку. Единственное, у меня есть, как бы, стационарная, правильно? Ну, отдельно стоящая мясорубка. Та немножко делает это быстрее. Но я часто ленюсь ею пользоваться, потому что она у меня стоит в шкафу, в коробке. Это не та вещь, которую ты постоянно хранишь рядышком, да, для постоянного использования. Поэтому я думаю, что чаще теперь я буду пользоваться вот именно мясорубочкой от самого комбайна. Компактная и занимает, ну, только вот эту штуку хранить и все. В целом ставлю очень хорошую оценку. Мне понравилось. Сейчас вот фарш, здесь лук, булочка. Все перемолото. Мы будем здесь замешивать сейчас мясо. Отстегнем мясорубку и прикрутим сюда фирменную насадку Kenwood. Так, насадочку я поменяла. Что будем добавлять к фаршу? Соль, естественно. Соль по вкусу. Ну, учитывая, что у меня здесь больше килограмма мяса, то есть, как минимум, где-то вот такую вот десертную я ложку ложу. Одно яйцо. Зелень укропа. Не обязательно, но мне нравится. И какие вы любите специи. Мне вот сегодня хочется сделать вот от фирмы приправка ребра барбекю. Очень вкусная приправа с натуральными копчеными томатами. Очень вкусно пахнет. Значит, добавляем, разбиваем сюда яйцо. Добавляем соль. Ну, соль по вкусу, опять же, да. Каждый добавляет столько, сколько он считает нужным. Я не люблю, я люблю, чтобы котлетки были прям вот хорошо посолен. Не люблю мясо недосоленное. Буквально вот у меня такая десертная ложка. Добавляем сюда весь наш укроп. И любые специи. Можно смесь перцев. Все, что вы хотите, тоже по вкусу. Я тоже вот такую неполную десертную ложечку приправки положила. Все. Начинаем замешивать. Вымешивала я минуты две-три. Но чтобы добиться вот такой тягучей массы, хорошо вымешанных котлет, руками нужно месить минут десять. Фарш. Посмотрите, вот эти белые нити, видите, тянутся, не знаю, видно камеру. Сейчас. Видите, мясо, когда раз, раз, складываю, тянутся как ниточки. Все, значит, белок вступил в реакцию. Говорят же, котлеты должны быть хорошо вымешаны. Не всегда есть время руками десять минут их вымешивать. Раз, раз и давай уже их делать. А здесь за три минуты получаем такую консистенцию. Конечно, супер. Все, обваливаем в сухарях, в муке, кто в чем любит. И обжариваем с двух сторон на любом растительном масле. Я обваляла котлетки в муке из твердых сортов. Я вообще больше люблю в сухарях, но, как показала практика сегодня, они у меня закончились, я не купила. Поэтому будут такие. Все, обжариваем. Ну, как обычно вы готовите котлеты, наверное. Все так делают. Жарим до румяного цвета с каждой стороны. Ну, по минут семь на небольшом огне восемь. С каждой стороны они вот такие красивые получаются. Хоть и без сухарей, но все равно, я уверена, будут хрустящие. По ним видно. Анютка, котлеты приготовлены по всем правилам в нашем комбайне. Олебака моя. Давай, пробуй. Смотри, может горячая? Я только-только со сковородочки сняла. Ну как? Вкусненькая. Горячая? Угу. Но вкусная. Очень вкусная? Угу. Вкуснее, чем обычно? Или такая же, как обычно? Вкуснее. Вкуснее? Угу. Ну, в общем, у кого есть такой комбайн, пользуйтесь этим. Да, Анютка? Угу. Ну, ребенок вы. Дети не врут. Раз ребенок кушает и говорит вкусно, значит, так действительно и есть. Получила посылку. Буля. Видите, как у нас охотник. Давай ножницы. В общем, у меня ничего, никакой мебели нет от фирмы Икея. Это первый раз. В общем, была скидка на журнальный столик. Решила попробовать. В Европе это считается супер-пупер. Там Икею покупают все. И кухни, и все шкафы. А у меня это первый мой опыт. Мы сейчас с Анюткой. И с Булей. Буля аккуратно. Я сейчас разрежу, потому что Булю могу повредить. Вот, девчонки. Вот сам столик. 55 на 55. Сейчас я встану. А то тут опасная собака бегает. Ну, четыре ножки в комплект вот входят. Ну, и, наверное, болтики. Я прочитала, что очень простая сборка. Собирать сейчас будет муж. Ну, мне уже нравится. Так, какая это модель? Вот написано Икея. Так. Кстати, это... Что здесь написано? Мехико. В Испании. Ой, Мехико. Мексика. Господи, я Испания говорю. Мексика. Изготовлена, Саша, в Мексике. Представляешь? У нас мебели еще не было. Да, из Мексики не было. В общем, собираем, покажем, что получится. Ярик даже собирает. Все так просто. Вставляется болтик. Одевается ножка. И просто все прикручивается. Это винт, да? Ну, для меня все болтик. Я же девочка. Буля, иди сюда смотреть будем. Буленька. Буля. Булюня, иди сюда. Булинда моя. Помощница у нас. Булюня, и звуки такие. Пять минут, и наш стол из Икея готов. Ну, посмотрим. У меня никогда, еще раз повторюсь, не было мебели из Икея. Но насколько она прочная, долговечная, я не знаю. Но мне очень хотелось маленький журнальный столик. И на данный момент этот столик меня полностью устраивает. То есть я получила прям вот то, что я и хотела. Надеюсь, что он не разочарует меня по своему качеству. Ну, естественно, это опилки, прессованные, как и большинство мебели из Икея. Но он беленький, как я сейчас люблю. Сейчас люблю все светлое. Будем пользоваться, да, Анют? Да. Ну, так сидишь на кресле или на диване, пьешь чай, да, Анютка? Да. И спокойненько ставишь чашечку или все, что тебе нужно на столик. Он будет стоять либо вот здесь у нас в углу, ну, или сюда будем выставлять. Он очень легкий, очень компактный, поэтому... Заказывала я его через страничку Икея, поэтому как бы ссылку оставлять не буду. Зайдите на сайт, посмотрите. Я думаю, что такой столик вы точно найдете. Да, это и правда. Вы что, до сих пор стоите? Садитесь. Сериал, про который я рассказывала, «Постучись в мою дверь». Турецкий, но комедийный. Не драма, где все друг друга травят, стреляют, убивают, кровная месть. А просто легкий, расслабляющий сериал. Что еще нужно в выходной день? Прекрасный стол. Видно, что вы очень старались. Ну что вы, среда и ее жених первые у меня в гостях. Разве могут быть какие-то трудности? Я очень рад. Всем еще раз привет. Получила сегодня посылку я от Фаберлик. Здесь не все мне. Я еще на работе, девчонки попросили заказать. Ну, просто покажу посылку, что купила, что уже пробовала, что нет, что понравилось. Начну с первого. Вот у меня две коллеги на работе заказали. Я себе покупала вот такую сетку для глажки. Это такая прелесть. Мне так понравилось. И у меня две коллеги попросили тоже им заказать. Цена такой сетки 36 гривен. Но она многоразовая. Ее надолго хватит. Вообще крутая вещь. Сейчас покажу, как она выглядит. Свою. Не буду девчонкам распаковывать. Это вот такая сеточка. Я не знаю, из какого это материала. В общем, от утюга она не перегорает. И благодаря ей на одежде, если брюки со стрелками, не остаются следы. Ну, каталог в заказе, как всегда. Заказала. Тоже это не себе попросили. Вот такие средства для духовок и плит. Девочки, они действительно обалденные. Цена такого средства. Я называю цены со скидкой, которая, когда ты регистрируешься, ты получаешь скидку в размере 20%. Я, когда кто-то что-то заказывает, я так и отдаю, честно скажу. Ну, попросили заказать. Я вообще начала заниматься фаберликом, чтобы что-то себе покупать. Ну и попутно вот девчонки попросили, заказала. Со скидкой выходит по 80 гривен вот эта бутылочка. Также Людмила Ивановна заказала вот такое средство для чистки ковровой обилок. Оно тоже стоит 80 гривен. Здесь тоже, если не ошибаюсь, 500 грамм и там, и там, да. Я такое не пробовала, не знаю, но отзывы очень хорошие. Также очень хорошие отзывы тоже заказала я не себе. Вот такой нейтрализатор запахов убивает вообще все запахи животных, какой-то пищи, всего. Я тоже как бы не пробовала. Вот нейтрализует и устраняет причины стойких и резких неприятных запахов. Вот Людмила Ивановна попробует, спросим, понравилось ей или нет. Такая штука. Так, а это то, что я заказала себе. Значит, что я себе заказала? Это мне попросила заказать сын. Шампунь против перхоти. Подростковый возраст и все такое. В общем, это шампунь против перхоти, против, как бы, бальзама. Это именно мужской шампунь. Цена его 60 гривен за вот такую бутылочку. Ментол. Сейчас мы откроем, понюхаем. Ну, не скажу, что прям ментол-ментол, но такой, знаете, как свежести мужской. Запах. Отзывы тоже классные. Девчонки там писали, что даже у кого-то, у мужа был псориаз в волосах, и все прошло. У меня ребенка мучает только лупа, поэтому попробую, может быть, понравится. Также заказала себе. У меня каждый год, как только я начинается аллергия, я начинаю пить таблетки против аллергии. И один из самых ярких побочных эффектов всех таблеток от аллергии – это ломкость волос, выпадение волос. Я всегда покупала шампунь «Фитовал», ну, а в этот раз вот решила попробовать вот такую от «Фаберлик» против выпадения. Сейчас подюхаем тоже, как пахнет. Ну, запах такой, знаете, как лечебная микстурка какая-то. Ну, на то он и лечебный. Как бы я попробую, скажу свой отзыв. Девчонки, вы знаете, что я не делаю никаких гелей, шелаков и прочего. Я хожу со своими ноготками. Я заказала себе вот такой кальций для ногтей. То есть, так как лак наносится, будет такое нежное покрытие, которое еще питает ноготки кальцием. Тоже не пробовала, тоже попробую. Также я для укрепления волос заказала масло с красным перцем и репейником. Отзывы там просто такие шикарные. У всех там такие густые шевелюры вырастают. Я подумала, ну, а чем я хуже? Попробую. А, по ценам не сказала. Значит, Ярика шампунь сказала. Лак этот стоит 50 гривен. Шампунь стоит это 95 гривен. Масло репейное. Кстати, шампуни здесь очень мало. Вообще что-то. 150 миллилитров всего лишь маленькое. А у Ярика, не вижу сколько, 200. 200 миллилитров. Вот этот репейный стоит 60 гривен. Здесь 90 миллилитров этого масла. В общем, наносится на волосы. Сколько-то минут ждется, потом смывается. Ну, в общем, девочки, попробую, скажу. Сейчас я его понюхаю. Надеюсь, красным перцем нос сжечь не будет. Значит, пахнет, кстати, понюхала. Знаете, таким перцем и травой. Как скошенный лук. Знаете, когда косят на улице траву. Ну, главное ж не запах, а главное, как работает. Не противный, не противный. И заказала попробовать, девочки, себе какой-то суперэкспресс консилер вокруг глаз. Отсвечивает. Который идет всего лишь в одном тоне, который подстраивается под все цвета кожи. Никогда не пробовала. Сейчас откроем с вами, тоже посмотрим. Ну, манюнька еще та. Такого маленького консилера у меня никогда не было. Надеюсь, что он будет настолько же шикарный. Что, в общем, вот эта манюнька. Я даже не знаю, сколько здесь грамм. Не вижу. Это грамм 5, наверное, 10. 5,3 миллилитра. Я же говорю, что малюсенький. В общем, стоит он 152 гривны. Ну, попробуем. Сейчас на руку нанесу. Ну, вот мазнула на руку. Кстати, смотри, Анютка. Он правда подстраивается под цвет кожи. Видишь? Сейчас я его растушую и посмотрим. Кстати, девочки, он абсолютно прозрачный. Я в шоке просто. Завтра прям с утра попробую. А вдруг и правда он настолько крутой, как его рекомендуют. Ну, естественно, мне каталог дали. Вот такой у меня заказ получился. Ой, как удобно теперь с новым журнальным столиком. Да, Анютка? Я сегодня чай пила. Поставила чайок на столик. Ну, радость-то какая. Ну, снимать удобно, кстати. Да, очень удобно. Потому что у меня не было журнального столика. Это большая консоль возле телевизора. И как бы это тоже не очень удобно. В общем, столик мы с Анюткой сегодня обновили. Да, Дотя? Да. Спасибо всем за просмотр. Если будут какие-то вопросы по поводу того, что пробовала, что не пробовала, понравилось, не понравилось. Я в каком-то видео, я уже много товаров из Фаберлик попробовала. Я в каком-то видео постараюсь, наверное, в следующем, девчонки, я настроюсь, соберу все свои бутылочки Фаберлик и покажу. Как раз вот это все попробую и покажу. Давайте мне недельку, наверное, неделю или две я потестю вот эти товары. И через неделю-две я сниму видео вообще из того, что я раньше покупала, все, что мне нравится и не нравится. Потому что товары, которые мне не понравились, у меня... Ну, не то, что не понравились, но есть товары, которые ты не хочешь повторить. Правильно, Анютка? Поэтому я все сниму и все вам покажу. Спасибо вам за просмотр. Спасибо.